Всем привет! Зовут меня Сергей, один из массажистов сети Михаил Гусь. И сегодня будем говорить на достаточно избитую, потертую, даже до дыр, наверное, в каких-то местах затертую тему по поводу осанки. Что же такое осанка? Что на нее влияет? Как с ней можно работать? Как на нее можно положительно влиять? Возможно, пару слов скажу о том, как зачастую люди негативно на нее влияют и как с этим все-таки быть. Как с этим не смириться и жить, а как все-таки с этим бороться и что предпринимать? Естественно, в ключе нашего массажа или нашего студийного, так сказать, профессионального подхода к оздоровлению человека с помощью массажных манипуляций. Начнем с более таких вот корневых вещей. Что же все-таки это осанка? Очень много определений, вы можете загуглить. Самые интересные, конечно же, у Даля. Но можно не у него, можно посмотреть в Википедии, но там вы вряд ли что поймете. В двух словах, что же есть такое осанка? Как она формируется? Начну с того, что формируется осанка как раз именно тогда, когда человечек становится на ножке. То есть приблизительно где-то с возраста, как правило, 10 месяцев, когда ребенок становится на ножке, начинает формироваться его осанка. Что же есть сама по себе осанка? Это, в принципе, является мышечный стереотип вдоль позвоночного столба, который сложился со временем. Со временем хождения и разных движений, положений человека. Вот, собственно говоря, и все. И отсюда мы можем плясать. Что мы можем отсюда плясать? Очень просто. Мы можем разбирать, что же влияет в таком случае на эту осанку. То, что я и сказал. Как вы ходите, стоите, сидите, лежите. Ну и бог знает, чем еще занимаетесь. Все это будет влиять на вашу осанку. Но прежде всего самое ключевое, что влияет на осанку, самое основное, это то, как вы ходите, как стоите и как сидите. То есть непосредственно формирование мышечного стереотипа вдоль позвоночного столба. Безусловно, я тебе перескажу, наверное, одну штуку, которую вряд ли кто знает или мало кто придает этому значение. А кто-то и не хочет, в особенности из массажистов или из специалистов массажа, или наоборот из клиентов, приходящих к нам, не хочет акцентировать внимание. Это вопрос работы с ногами. Почему? Я уже сказал. Потому что человек, когда ходит, все это отображается, все, что касается вдоль позвоночного столба. То есть на паравертебральной зоне. Тут же, безусловно, очень большое значение имеет то, в чем вы ходите, какую обувь носите. Это тоже все туда пойдет. Почему ортопедические стельки заказывают люди? Или идут к картопеду и пытаются поговорить с ним о том, как бы все-таки повлиять на то, чтобы облегчить страдания своих стоп, облегчить страдания своей спины и тому подобное. Идут к остеопатам, мануальщикам, к невропатологам и пытаются решить, что где-то есть пассивный. И наиболее, которые постоянно беспокоят. И вот это и есть вопрос осанки. То есть мышечного стереотипа, сложившегося годами. Пока человек юн, молод, организм способен компенсировать все вот эти вот недостатки, которые идут непосредственно в нагрузке на мышцы. Создавание, так сказать, этого стереотипа. Но потом, со временем, он понимает, что это не так. В ключе жизнедеятельности конкретного организма не подходит это ему. Соответственно, нужно как-то на это влиять. То есть нам нужно бороться с осаночным стереотипом. Как мы можем с этим бороться? Есть вариантов масса. Но поскольку я массажист, я говорю о сети массажных студий, мы будем рассуждать в ключе влияние массажа. Или, скажем так, не то, чтобы разработка, а перебивание мышечного стереотипа с помощью массажа. С чем мы будем работать? Как я уже говорил, вопрос спины. Это, по сути, проявление осаночных проблем. То, что люди там видят. Так как мы хордовые, позвоночник и прочее, прочее, прочее. Но мы будем работать и с ногами. Потому что это то, что в первую очередь влияет на создание мышечного стереотипа вдоль позвоночного столба. Что мы делаем? Модель я уже нашу разогрел. Руками. Руками. Вот. Вы видите. Пошла уже гиперамилька. Уже пошло покраснение. Что говорит о том, что температура уже здесь достаточно хорошая. Кровь немножко привела. Организм весь во внимание. Что мы будем ему говорить? Мы будем говорить следующее. Что нам нужно перебить мышечный стереотип. То бишь, по большому счету, перезапустить состояние мышечной памяти. Что мы будем делать? Естественно, сначала будем постепенно влиять на мышцы вдоль позвоночника. И близлежащих, которые являются компенсаторами, которые являются, естественно, вспомогательными на уже верхней конечности, на нижней конечности. Но нас основным будет образом интересовать сначала вдоль позвоночного столба, так называемая паравертебральная зона. Ее нам нужно будет хорошо, глубоко размять. Но, сделай большой акцент, очень часто специалисты подразумевают под очень хорошей проработкой, как это я говорю, отрывать мясо от костей. Но в данной ситуации нас это не интересует. Вообще ни в какой ситуации у адекватного специалиста не должно такого присутствовать, как снимание мяса или отделение мяса от костей. Мы не в ресторане, мы не готовим сейчас свиной бок или бараньи ребрышки. Мы работаем с живым человеком, которому потом с этим еще жить. Разминаем. Я уже все прогладил, растер, и мы теперь можем хорошо разминать. Я буду разминать добротно, спокойно, потихонечку. Я не буду прикладывать сильно больших сил, я не буду сильно акцентировать внимание. Почему? Потому что с данной моделью я работаю впервые, и ее осанку я только вижу впервые. Историю болезни знаю только сейчас, поэтому я только могу разработать определенную стратегию, по которой я буду работать с ней. Но если это речь идет о конкретном клиенте, вы должны с ним разработать стратегию. И сразу ему озвучить, что для того, чтобы работать с осанкой, нам нужно время. И это время может быть как от 10 стандартных привычных сеансов, курса из 10 сеансов, так и больше. Зачастую, если речь идет об осанке, о стереотипе, который нужно разбить, перезагрузить, это далеко за 10 сеансов. Плюс ко всему прочему, всем специалистам, на заметку, как говорится, лирическое отступление, возьмите себе за понимание, что кроме того, что вы работаете с мышцами человека, кроме того, что вы работаете частично с его психологией, закидывайте ему обязательно очень важные моменты сопутствующего характера. Прорабатывайте с ним, как он спит, в какой позе, как сидит, как ходит, ходит ли вообще, потому что если человек не ходит, то с осанкой мы тоже бороться не сможем никак. И так далее. То есть прорабатывайте ключевые позиции, по которым мы можем определить или можем поспособствовать изменению в положительном смысле осанки или осаночного стереотипа. Все, поработали, поразминали и так далее. Более того, при определенной нагрузке можем снять небольшие функциональные блоки, анатомически. Это, по сути, элементарные трастовые манипуляции. Но мы не будем здесь ни мануалить, ни остеопатить, так сказать. Просто глубокое продавливание глубоких тканей. Почему? Потому что здесь 7 мышечных слоев, спиной называется только вот эта часть на самом деле, анатомически. Поэтому нас интересует эта глубина, и будем ее продавливать чуть-чуть жестче. Тем, у кого больше рост, тем будет легче прикладывать силу своего веса. Тем, у кого рост, как у меня, что Бог дал, то, как говорится, и то и есть. Можно работать, в принципе, с помощью приподнимания своего веса на носочки или понижения уровня стола. Если кому-то тяжеловато это делать, можете, в принципе, залазить сверху и тоже давать уже симметричное глубокое давление с помощью своего веса непосредственно в вот эти зоны. Опять же, замечу, что вопрос здесь не идет работы с триггерами и прочей-прочей историей. Работайте именно на перезагрузку мышц. Это планомерная, постепенная, с каждым сеансом повышающаяся история по нагрузке, по перезагрузке именно мышц. Слой за слоем прорабатывайте, слой за слоем прорабатывайте, углубляйтесь. Поработали с ногами, ой, господи, с телом, с спинкой и перешли на ножки. Ножки в таком же самом стиле, в таком же самом духе, просто хорошо разогрели, потерли и после этого проработали для того, чтобы встряхнуть систему, простимулировать ее на перезагрузку. По сути, то же самое, только здесь конфигурация. Значительно проще, строение значительно яснее, понятней. Здесь ничего сверхъестественного уже не будет. Обязательно хорошо проработать икроножные, бедра и, конечно же, неплохо поработать со стопами или со стопами. Ну вот, в принципе, и все. Кому что было непонятно, спрашивайте в комментариях. Кто более лучшего контента создать не может, хейтерство, пожалуйста, не пишите, потому что, собственно говоря, труд это непростой, требует очень большой подготовки и опыта. Всем спасибо, желаю всем успехов, работайте над собой, приходите к нам в нашу сеть. Куча специалистов высокого класса находятся именно в этой сети. И они всегда рады вам помочь и поспособствовать улучшению ваших осаночных вопросов. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, как всегда, Сергей. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok